Вагон, я не знаю, почему их два, с кем связано их появление. Это последние серийные паровозы грузовые, которые строились в КСБ. Вот этот паровоз называется ЛВ, который на автомобиле в КСБ, он чувствительнее мощный в серии Л. Вы видите, что на паровозе все вымогательные механизмы приводились в движение действий только паром. На то, что дело электрическое, было только освещение. Ну и там только в конце, когда стали ставить индустанции, стали ставить индустанции, стали ставить индустанции, вот они... Да, и вот работает закругление золотосор, пораньше... А, да, хорошо. Друзья мои, ну вот мы уже справились. Я вам рекомендую сейчас посмотреть справа поход от движения на Санкт-Петербург. Мы будем пересекать обвольтный канал. Мы будем пересекать обвольтный канал. Буквально через 200-300 метров. И станет понятно, почему здесь платформы выполнены на уровне второго этажа. Дело в том, что, когда строился этот вокзал в начале 20 века, Движение по набережной Вогольного канала было уже достаточно оживлённым. Решено было развязку делать в двух уровнях. То есть поезда идут над набережной. А до вокзала оставалось слишком мало времени, слишком мало места, чтобы можно было сделать спуск к вокзалу. Этот спуск в обратном направлении превратился на слишком крутой подъём. То есть да, просто не смотри добраться нет. Вот смотрите, вот мы покидаем, пересекаем обвольтный канал. И очень хорошо видно разницу в уровне, на котором мы движемся, и уровне улиц окружающих. Повторяю, эта разница составляет около 5 метров. Ага, значит, как вы помните, да, хорошо, так нормально. Как вы помните, когда мы стояли на 25 метров. Посмотрите ещё раз, справа по ходу движения, вы видите, рядом ещё один мост. А вот он закончится. Вот это как раз и Пиратовский путь. Вот крайний путь, он идёт обособлено практически до Чарского села. Первоначался только для движения императорских поездов. Так вот, я рассказывал, что у пассажиров привилегированных классов, духопривилегия или обычай, продолжил диапазон. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что вы, ой. Продолжение следует... суброграммы, ласковым, ласковым, они будут вызывать гранатность на 1,000 рублей, вы обеспечивает мишу и тюрьм, Идем,! Прослед�로 сединировать pickles. Скроприваю к пассажировам, а вы берете Humans of theeneca тел. К не используется, В США, которая будет использована многое преимущественные классов. Через могут быть радует на 3,000 рублей. Использовать бархазонами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Детей забирайте от края платформы, пожалуйста Соблюдаем безопасное расстояние Может паром сейчас плюнуть Отойдите на пару шагов Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Появился дизель в начале 20-го века Конечно, появилась идея установить на локомотив дизель Сразу же столкнулись с огромной проблемой И на автомобиле, вы знаете, дизель не соединен напрямую с колесами Есть коробка передач Но коробка передач на мощном локомотиве невозможна Потому что в момент переключения передач происходят броски тяги Я сегодня говорил о том, какую большую опасность они несут для поезда Даже на больших грузовиках, которые вводят трейлеры Вы знаете, что там передач очень много Там 14 может быть Потому что разница в передаточных числах между соседними передачами Стараются ее сделать поменьше Но это на грузовике мощностью 400 лошадиных сил А на локомотиве в 10 раз мощнее 4000 Никакой коробкой передач здесь не годится Поэтому пришлось городить очень сложные электрические передачи Дизель вращает генератор Генератор вырабатывает электрический ток Этот электрический ток поступает к тягам электродвигателям Находящимся на колесных парах И приводит их во вращение Вот как все сложно, дорого И в общем непрактично А на паровозе паровая машина с помощью сцепных дышал Напрямую соединена с колесами И повторяю, прямо в момент трогания паровоз может развивать максимальную мощность Кстати, иногда это приводит к пробуксовке колесных пар В кино, наверное, видели Когда они вращаются быстро-быстро-быстро А движение между колесами и рельсами довольно медленное Поэтому, повторюсь еще раз Так получилось с точки зрения развития инженерной логики Что паровая машина и локомотив Они оказались идеально подходящими друг другу И паровозы прошли большой путь От того вида, который мы видели на Проворном В 30-е годы 19 века До того вида, как у тех паровозов Которые сейчас в голове нашего поезда В 50-е годы 20 века В 120-130 лет В 120-130 лет В 120-130 лет В 120-130 лет В 50-е годы 20 века Ха-ха-ха-ха В этом прелесть Здесь. Это право, значит. Конечно. Панчик, ну, опусти. Панчик, ну, опусти. Панчик, ну, опусти. Видите, такую нору. Дай такую нору. Выезжаем в полоски. Панчик, ну, опусти. Панчик, ну, опусти. Панчик, ну, опусти. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok